МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире информационный выпуск Вестиха Кассия в студии Татьяна Донцова. И коротко о главном. Опасные гастроли в Черногорске. Из передвижного цирка сбежал волк. Нападение на высокопоставленного чиновника В Абазе избит заместитель мэра Александр Дорохов. Экскурсии в круглосуточном режиме. Хакассия готовится к акции Ночь музеев. Авария с участием пассажирской газели произошла сегодня недалеко от Устебакана. В маршрутке находилось 14 пассажиров. Микроавтобус направлялся в Абакан, но уехать далеко от райцентра не удалось. Машина слетела под откос буквально на ровном месте. По словам водителя газели, на его полосу со встречки вылетела «Хонда Цивик», которая перед этим ударилась о бетонный отбойник. Буквально секунды не хватило, чтобы не проехал. Он бы улетел туда сам, и все. Вот ни секунды не хватило. Это всегда так во всех ДТП бывает. А значит, если бы... Вот представляешь ситуацию, если бы мы вот улетели с полутораметровой высоты, любая газель переворачивается, ну, это секунда. А перевертыш, это сам, значит, это переломы. Ну и Виталий, ну и смерть. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя иномарки. Он сбежал с места происшествия. По одной из версий, виновник аварии был пьян. К тому же он уже лишен прав. Из 14 пассажиров с жалобами на ушибы к медикам обратились два человека. Однако, как показывает практика, спустя несколько часов после таких ДТП число обращений в лечебные учреждения увеличивается. Нападение на представителя власти. В Абазе группа молодых людей избила первого заместителя главы города Александра Дорохова. В МВД пояснили, что преступление было совершено в доме, где живет чиновник. Мужчина сделал замечание парням, которые устроили туалет в подъезде и пригрозил вызвать полицию. Реакцией со стороны молодых людей стало рукоприкладство. Нашей съемочной группе удалось встретиться с пострадавшим. Александр Дорохов сейчас проходит лечение в стационаре республиканской больницы. Врачи поставили диагноз сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Мужчина рассказал, что парней было трое, все пьяные. Защититься от них не представлялось возможным. При этом молодых людей не остановил ни статус Александра Дорохова, ни то, что поблизости находилась его супруга. Замглавы в тот же день подал заявление в полицию и забирать его не собирается. Я проявил гражданскую свою позицию. Если бы, может быть, все так делали, делали замечания, может быть, таких подонков было бы и меньше. Люди знали меня. Один из этих подростков, так скажем, он был накануне буквально на призывной комиссии. Председателем этой призывной комиссии являюсь я, поэтому, может быть, какая-то злоба у него в душе закаралась на меня, может, еще какую-то обиду выплеснула. Выйти на след преступников полицейским удалось в течение суток. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», совершенной из хулиганских побуждений. Молодым людям может грозить до двух лет лишения свободы. Кстати, в Абазе хулиганы известны своими выходками, и жители города надеются, что на этот раз им не удастся уйти от ответственности. У некоторых жителей республики сегодня вновь был выходной день. На усмотрение руководства, фирмы и организации распустили своих сотрудников, чтобы те смогли побывать на могилках своих родных и близких. Такова православная традиция сегодняшнего дня. Тему продолжит Виктор Лушников. Православная церковь установила восемь особых дней для поминовения усопших. Самый важный из них – Радоница. Он отмечается на девятый день после Пасхи. И верующие посещают церковную службу и делятся со своими умершими родственниками пасхальной радостью. Так что для православных Радоница в первую очередь праздник, в который не принято грустить. И все же для большинства из нас в родительский день принято обязательно побывать на кладбище, посетить могилки своих близких. Такая уж народная традиция. Добраться до кладбищ в этот день не проблема. Перевозчики организуют дополнительные маршруты и без преувеличения половины автобусного парка Абакана доставляют пассажиров ко всем городским кладбищам. На самом крупном из них – Подсининском. Сегодня побывали десятки тысяч человек. Поминальные традиции у каждого свои. Здесь у меня похоронена мама моя. В этот день пришли, хочет ее память положить, цветочки. Напоминать тут не собираемся. Не знаю, у нас нет такой привычки. У меня здесь вот муж, сын. Они тут вместе, подхороненные. Помянем сейчас мы их чаем, печеницем. Есть и одна общая для всех традиция. На могилках убираются заранее, чтобы в родительский день не отвлекаться на будничные дела. Сегодня с памятников лишь смахивают пыль, заменяют старые поблегшие цветы и все время посвящают общению со своими умершими родственниками. Наши родители так же делали, так и мы делаем. И своим внучатам всем говорим. Уж пока мы живы, будем ходить. А когда уже нас не будет, приходите нас поминать. Этот родительский день подсининское кладбище последний раз встречает статуси действующего. Через несколько месяцев на пустыре рядом с ним откроется новый некрополь. Участок в 10 гектаров сейчас находится в стадии согласования. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. В Черногорске сегодня ловили волка. Он сбежал из цирка, который накануне прибыл в город на гастроли. Пропажу маэстро, так зовут циркового артиста, дрессировщик обнаружил утром. Веревка, на которой был привязан волк, оборвалась. Руководство Шапито тут же обратилось в полицию и МЧС. За поимку беглеца была объявлена награда 100 тысяч рублей. Больше трех часов сотрудники цирка искали питомца в близлежащих дворах и на стадионе. Однако маэстро вернулся сам. Это вот самый настоящий прирожденный артист, который любит позиировать, любит вообще там на публику работать. Ему ничего не надо. Ему не надо ни подкормки, ни еды. Он выйдет вообще за милую душу. Ему лишь бы отработать. Он вот, когда у нас цирк уже, допустим, уже построенный, он вот выходит, отпускаем его гулять. Он забегает в манеж и начинает там все, что помнит, все начинает делать. Как бы он без проблем, ему это чисто за удовольствие. Покупка шаурмы стала причиной экстренной госпитализации жителя Бакана. Диагноз – острая кишечная инфекция. За медицинской помощью мужчина обратился после употребления шаурмы, которую он купил в киоске Дионер. Санитарные врачи провели внеплановую проверку и выявили массу нарушений. Все производство разместилось в киоске на 15 квадратных метрах, где установлен неогороженный туалет для персонала. Готовая мясная и овощная начинка для шаурмы и лепешек Дионеров находятся вне холодильника. По результатам проверки предприниматель оштрафован на сумму 10 тысяч рублей. Также материалы направлены в суд для приостановления деятельности предприятия общественного питания Дионер. Директор одной из абаканских автошкол подозревается в мошенничестве. 26-летний мужчина разместил в социальных сетях информацию о предоставлении населению услуги по обучению вождению. Для работы он арендовал офис на улице Крылова и оформил возле него нарушную рекламу. Молодой человек заключал договор на подготовку водителей категории «Б» и получал предоплату в размере от 6 до 15 тысяч рублей. Однако документы были подписаны еще в феврале этого года, а занятия в автошколе до сих пор не начались. На сегодняшний день в полиции уже зарегистрировано несколько заявлений от граждан, заключивших договоры с директором автошколы «Пилот». В настоящий момент по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции обращаются к жителям Абакана с просьбой сообщить о подобных случаях в правоохранительные органы по телефонам, которые сейчас на экране. В Саиногорске вынесен приговор бывшему директору музыкальной школы, в которой изнасиловали девочку. Тамара Васильева признана виновной по статье «Халатность». Напомним, в сентябре 2011 года 23-летний житель Саиногорска Алексей Порунов проник в помещение музыкальной школы и в туалете изнасиловал 11-летнюю ученицу. Преступник получил 16 лет колонии. Впрочем, в произошедшем следователи усмотрели и вину директора школы. Директор Саиногорской музыкальной школы не предпринял достаточных мер для организации и обеспечения охраны здания Саиногорской музыкальной школы, в результате чего стало возможным проникновение на территорию школы местного жителя, который в туалете совершил изнасилование. В результате бывший директор музыкалки Тамара Васильева получила 10 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком один год. Это значит, по факту отрабатывать она не будет, если не нарушит условия предписанных судом. Приговор вступит в силу через неделю. В Саиногорске откроется дом-интернат для пенсионеров и инвалидов. В противном случае своих кресел лишится целый ряд республиканских чиновников. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Хакассии Виктор Зимин. Накануне с рабочим визитом он побывал в городе Металургов. Подробнее о поездке Ольга Стельмах. Не будет начала строительства, будем говорить по-другому. Я не буду говорить из резких слов, кадровая замена, еще что-то. Я очень надеюсь, что у вас хватит мудрости. Столь жесткая реакция главы Хакассии в адрес Минфина и Минрегионразвития объяснима. Дом-интернат на 50 мест в Саиногорске должны были открыть много лет назад. Возводить его стали еще в 1997 году. Все это время здание находилось в муниципальной собственности. Денег не хватало. В августе же прошлого года интернат передали республике. Тогда Виктор Зимин дал распоряжение как можно быстрее приступить к строительству. Однако время вновь упустили. Я помню, о чем здесь говорил. Я помню, о чем говорил, когда приезжал первый раз в Саиногорск. Мы чуть-чуть пошевелились и бросили. Да, 65 миллионов. Но мы же не первый объект, где их находим. Правда? Опасность в республике появилась. Мы нашли 50 миллионов. Правда? Да, мы быстро строим, спасаем население. Это тоже спасение населения. Это те, кто отработал на эту республику. Потерянное время обернется для республики дополнительными затратами. Общая стоимость дома-интерната 88 миллионов рублей. Из них освоили лишь 23 миллиона. Это подсчеты прошлых лет. Скоро, по мнению специалистов, средств потребуется гораздо больше. Необходимо внести изменения проекта в смертную документацию, потому что изменились ГОСТ, изменились СНИПы. И, соответственно, будет уточненная стоимость после того, как будет проведена корректировка проектно-светной документации. За два месяца возобновить строительство в такой срок Виктор Зимин потребовал от чиновников решить бумажные проблемы. На этой неделе пакет документов полностью в комитет по госзакупкам на размещение заказа мы передадим. Хорошо. Следующая остановка третья школа и более приятное событие награждение кадетов. В этом году они впервые встречали День Победы в Абакане и стали самыми юными участниками парада. Торжественным маршем по Первомайской площади прошли 40 воспитанников. К этому предшествовала большая подготовительная работа. Поэтому детей взяли самых выносливых, самых стойких. Виктор Зимин вручил каждому участнику парада благодарственные письма и лично поблагодарил за хорошую подготовку. Глава правительства побывал и на месте будущего городского сквера. Долгое время центр Сайногорска занимал стихийный рынок. На пустыре установят фонтан, скамейки, разобьют газоны. Для самых маленьких же посетителей смонтируют детскую площадку. Работы завершат, заверил глава города, к концу лета. Ольга Семах, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. Единая Россия продолжает внутрипартийный отбор кандидатов на сентябрьские выборы. Накануне праймерис прошел в поселке Майна. Выступление претендентов на выборные посты выслушали десятки человек, собравшихся на площадке местного дома культуры. В предварительном голосовании выборщикам необходимо определить одного из числа кандидатов на должность главы Хакасии, а также на место мэра города. Свою программу представил временно исполняющий обязанности главы республики Виктор Зимин. Он ответил на все вопросы из зала, а также рассказал об уже реализованных программах. Досрочное голосование, уверены партийные сторонники, хорошая возможность пообщаться с кандидатами. Во-первых, ознакомление с кандидатами. Во-вторых, расстановка сил. То есть мы уже представляем, что и как. Поэтому хотелось бы, чтобы был стабильность и порядок. Кандидаты не только члены партии, но и внепартийные идейные соратники, представители общественных организаций Хакасии. Сама же процедура предварительного голосования давно вышла за границы лишь в подготовке к выборной кампании. Праймерис сегодня это площадки для обсуждения проблем, а также новых идей и проектов. Определение кандидатов будет идти вплоть до 30 мая. Окончательно же утвердят претендентов во второй половине июня на конференции регионального отделения партии. 500 человек будут переселены в текущем году из аварийного жилья. Федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку, которую подавали власти республики. Согласно полученному подтверждению, в Хакасию из Москвы будет перечислено более 200 миллионов рублей. Региональный бюджет на условиях софинансирования добавит почти 27 миллионов. Этих средств хватит на снос 23 ветхих зданий и переселения почти 500 человек. В 2013 году в программе принимают участие пять муниципальных образований Абаза, Черногорск, Аскиз, Бескамжа и Вершинатёи. Полностью ликвидировать аварийный жилой фонд власти Хакасии намерены в ближайшие три года. Последние ветхие здания планируется снести в 2015-м. В Абакане началась уборка городских дамб. На сегодняшний день вывезено больше 50 камазов мусора. И это только начало. Объём работ очень большой. С прилегающей к дренажным каналам территории сотрудникам управления инженерных защит приходится убирать упавшие после урагана тополя, в том числе те, что мешают движению машин. Согласно требованиям безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений, кустарников на склонах тоже быть не должно. Затраты на уборку мусора составляют несколько миллионов рублей. Но пока управление инженерных защит решает проблемы за счёт собственных средств и энтузиазма. Только перед майскими праздниками его сотрудники провели три субботника по уборке подведомственной территории вблизи гаражных массивов. Для выполнения данной работы в ежедневном режиме и постоянном поддержании необходимо порядка 20 человек. У нас сейчас работает в городе Абакани один обходчик. Но всю остальную работу мы выполняем с помощью других специалистов. То есть задействованы и специалисты управления, инженеры, водители, ну и весь состав управления инженерных защит. Мы постоянно будем эту работу осуществлять, убираться. Единственная просьба горожанам не вносить свой вклад, то есть складировать в нормальных местах, убирать в мешках и не создавать нам дополнительный объем работы по уборке мусора. В Хакасском национальном краеведческом музее имени Кызласова готовятся к проведению Ночи музея в 2013. В республике акция четвертая по счету. Впервые же она прошла 16 лет назад в Берлине. Какие сюрпризы ждут посетителей на этот раз, расскажет Юлия Константинова. Акция Ночи музеев объединила Хакасский краеведческий, железнодорожный и городскую картинную галерею. Творческий союз проводит ее уже четвертый раз. В этом году под эгидой года культурной олимпиады Сочи 2013. Поэтому многие площадки посвящены теме спортивной. К примеру, в зале природы для малышей и взрослых в течение всего вечера будет организована игра в поисках олимпийских символов. Изготовление фигурок олимпийских зверей. Это заяц, леопард, медвежонок, насколько мы знаем, которые будут символами олимпиады Сочи 2014. Тоже можно будет изготовить из теста. Традиционно в зале каменных извояний и дворянском гнезде живет история. Гостеприимно встретят посетителей хозяева Хакасской юрты. В программе уроки исторического моделирования, мастер-классы в гончарной и мастерской Марка Шагала, организованной в залах Абаканской картинной галереи. Кстати, тематика ее площадок «Искусство, как оно есть». Отсюда и демонстрация разных его видов. От декоративно-прикладного до студенческого театра. Преобразится до неузнаваемости и дерево художника, вблизи которого будет работать фотостудия. Однако, гвоздь программы рисунки на песке. С наступлением уже позднего вечера, скажем так, в выставочном зале будет погашен свет, будет играть приятная музыка, которая будет настраивать на такой художественный лад, скажем так, посетителей и появится возможность сотворить что-либо из песка. Или просто отдохнуть, глядя в окно вагонного купе. Железнодорожный музей открылся после ремонта. Экспозиции обновлены, появились новые экспонаты и новые блиц-интервью, викторины, скоростные мастер-классы, специально подготовленные к ночи музеев, которые завершатся по традиции поздно вечером в фаер-шоу. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, «Вести Хакаси». И пока у меня на этом все. Напомню, программа «Вести Хакаси» также выходит в эфир на канале «Россия-24» ежедневно в 13 и в 19 часов. Удачи вам. До свидания.